Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я покажу вам, как сделать вот такие объемные цветы на пряниках без насадки. Итак, начнем! Окрашиваем базовый айсинг в нужные нам цвета, но консистенция получается недостаточно густая, поэтому я добавляю сахарную пудру понемногу и тщательно перемешиваю. Нам нужна вот такая консистенция. Глазурь должна быть густой, хорошо держит пики, но при этом она гибкая, тянется и плавно обрывается, не рвется. Рисовать я буду на прянике в виде восьмерки, так как скоро 8 марта. Зеленой глазурью я намечаю направление, по которому буду располагать цветы. Это можно также сделать карандашом. Выдавливаю каплю айсинга, делаю ее высокой, хорошо пухлю и медленно оттягиваю в сторону, придавая форму лепестка. Рядом делаю то же самое и кончики лепестков свожу в одной точке. С первого раза может не получиться ровный цветок, поэтому потренируйтесь на бумаге. Или предварительно нарисуйте цветы карандашом на прянике, чтобы рисовать их строго по форме. Если лепесток получился неровный, это можно исправить с помощью шила или влажной кисти. Количество лепестков может быть больше или меньше, как вам больше нравится. На превью к видео я написала, что это цветы космея. Но на самом деле я сначала нарисовала цветы, самую простую форму выбрала, а уже потом поискала в интернете, на какие цветы они могут быть похожи. Так что если вы считаете, что это не космея, а что-то другое, то это просто какие-то простые цветочки. Кстати, сердечки в видео с медведем я делала по такому же принципу. Посмотрите. Также можно сделать маленькие нераспустившиеся бутончики. Сердцевину цветов делаю желтой глазурью, такой же консистенции, как и белая и розовая. Этой же глазурью дальше буду рисовать цветы мимозы. Делаем таких цветочков на прянике столько, чтобы получилась красивая композиция. Редактор субтитров А.Семкин Зеленая глазурь у меня это оттенок лесной зеленый. Делаю ножки у бутонов и такие завитушки, чтобы освежить цветочную композицию. Пряник готов. Посмотрите, какие объемные получились цветы. По желанию можно добавить другие цвета, нарисовать еще листья, но я оставлю так, мне нравится. На следующем прянике буду делать мимозу. Я не сняла, как сделала вот эту зеленую полосу, поэтому покажу вам на примере другого пряника. Упираемся корнетом в пряник, ставим глазурью точку и медленно, не спеша, приподнимаем корнетик, при этом выдавливаем глазурь. Получится вот такая ниточка айсинга. Ведем ее аккуратно за собой и кладем ее по нужной траектории, рисуя линию. Не давите на корнет слишком быстро или слишком медленно. Здесь нужно поймать момент. Сначала потренируйтесь на бумаге, с первого раза может не получиться. Далее рисуем веточки для мимозы и листья, строя композицию. Далее рисуем веточки для мимозы. Рисуйте их в два слоя, так они будут еще выглядеть намного гуще. Мимозу рисуем следующим образом. Желтой глазурью выдавливаем точки или шарики в пределах одного цветка, оставляя немного расстояния между ними. Затем и сверху делаем еще такие же шарики, наращивая объем. Сильно не увлекайтесь, чтобы не получились слишком большие цветы. Затем эти свежие цветы я буду посыпать сахаром. Я использую цветной сахар желтого цвета. Ложкой посыпаю обильно свежие цветы, стряхиваю лишний сахар и все, мимоза готова. Цветущая красивая мимоза. Таким образом делаем все цветы на пряники. Такой цветной сахар можно приобрести в кондитерских магазинах, но я его делаю сама. В сахар добавляю каплю красителя, хорошо перемешиваю, чтобы весь сахар окрасился и обязательно оставляю полностью высохнуть. Затем перекладываю для хранения в зип-пакет. Можно также использовать белый сахар. Даем глазури на пряники полностью высохнуть и после нужным будет лишний сахар аккуратно стряхнуть кистью. Пряник готов, мимоза также получилась объемной, рельефной, видны шарики, как у настоящей мимозы. Выглядит очень красиво, мне нравится. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Благодарю вас за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось и было полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь, впереди будет еще много интересного. Всего вам доброго!